налево макси скажи что мы делаем в нелетную погоду в нелетную погоду друзья мы снимаем контент огонь макс вперед у нас прошел фронт немножко даже покапала обещают адские грозы с порывами метра ну как одни говорят 120 км в час как другие 100 оранжевый уровень опасности или красный это уже неважно но можно вот так пойти погулять по красивым местам поснимать шикарные дикая гвоздика вот видите дикая гвоздик оказывается это и вообще так у нас может быть красиво проведены дни нелетные макс вперед ты идешь вперед водопаду и тропа наша друзья идет к водопаду об водопадов же шумит кстати водопад то неплох и макс вперед это снимает контент огонь сейчас какая-то задача наша стоит как-то здесь спуститься у меня есть огромный план вот в этом этот водопаде искупаться я вот честно вам скажу я буду не я если я в эту ванну не залезу ведь контент огонь вау а дальше идет это все озеро красивое которое там у нас вот внизу я думаю задача будет спуститься водопаду сейчас мы попробуем сделать макс вперед если есть ванна значит ванна должна быть тропах погнали макс вперед давай 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 сына вперед будем купаться водопаде будешь купаться с папой водопаде давай макс не бойся этот уклон не превышает предел трения твоих ботинок до вперед 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 это одна из таких стандартных экскурсий мы едем городе который расположен от нас где-то в 60 километрах от точки пожалуйста природа сделала кто кто у нас там поклонник иноземных цивилизаций эти смотрите как красиво я бы не сказал что она идеально ровная но вполне капельку подтесать и вот тебе пожалуйста ну вот сейчас смотрите срез о прям строго параллельный ех мы пошли дальше у нас экскурсия к водопаду макс макс ты в пещере был посмотри есть лук ну и как есть нету волка убежал ну пойдем дальше пойдем купаться водопад макс не знаю друзья куда бежал волк расскажите макс напишите комментария куда бежал где здесь можно взять вкусного барашка в барашке с этим можно взять очень вкусного это тема для вечера пока вот общая секунду где оборудованная трасса вещь оттяжки а точно да ну в общем благодатные места друзья и все это по дороге за шампанским это наверное я считаю ключевая удача потому что едешь-едешь смотришь красоту красоту потом трак-бабах и шампанское и в общем-то а самое интересное чтобы не идти пешком уже было каким-то образом бросить машину на дороге потому что оттуда из туннеля уходит это вот стремительная река так тропа сейчас мы будем придумывать как спускаться вниз вот юла уже вижу думает как спускаться здесь ответь карман на нем нельзя запарковаться столбики на убираются машины ремонтных служб здесь лавочка для влюбленных будем смотреть там стоят автодома запаркованные счастливые дорогу что здесь традиции с этой стороны об а вот идет речка смотрите 1 1 1 1 и ходит такой тоннель тоннель прожитый под речкой под речкой под дорогой пойдем макс пойдем с папой мама пойдет по лестнице а мы с тобой как настоящий блогер не побоимся сложности да сын давай подожди держи папу папа падает так друзья все очень сложно ведь так сына привод дальше не ходи сын все дальше смотри обрыв и вот такая водичка на друзья я бы так сказал не хотелось бы сделать как бабах потому что дальше вах бах и плюх вот наша задача спуститься там где плюх сейчас попробуем это сделать было принято стратегическое решение все-таки пройти на ту сторону там можно перелезть песенку спуститься вниз по камушкам и искупаться потому что здесь тоже можно полезть но с учетом макса боюсь это будет избыточно то с чего начался ситроен посмотрите душеваль две лошадиных силы машина откровенно брошен на обочине и поэтому пользуясь случаем попробуем до нее доползти вот представляете это вот послевоенная штука которую делали в огромном количестве экземпляров которая пользуется заслуженной любовью французов и вот вот она вот прям как есть вот стоит по дороге к водопаду в настоящий вот душеваль две лошадиных силы и какая шикарная табакерка туся берем не глядя есть да да страховка техосмотр есть может ездить опять же две лошадиные силы я считаю что современном мире дико экологично макс да макс что ты скажешь огонь машина берем шикарная машина все прям как должно быть машине сейчас вам все покажут как это работает чудо техники послевоенной я вообще дико считаю что это классно сохранять старые машины и вот так вот радоваться жизни у нас же канал о том чтоб радоваться жизни мечта летать значит мечта летать это всего вот раз а потихонечку складывается манифиг какая вообще штука то приборы такие все ревар все поехали давайте посмотрим как она тронется с места помашем ручкой нашим друзьям а ревар рейд автодом их глаз на самом деле дружелюбные французы это что я по-французски разговариваю крайне плохо по сути не обижается на туристов с удовольствием показывать свою машину ну что а мы друзья мы купаться сколько можно ходить вокруг водопада выглядит не как на самом деле что вид красивый ну и туристы пожалуйста на лодочках всяких о чем здесь люди отдыхают радуются жизни и по сегодня воскресенье выходной макс мы идем купаться ну давайте посмотрим сверху на водопад будет ладно друзья раз уж у нас день нелетный то придется радовать вас такими красотами а то канал мечта летать только мечте летать может у нас же мечта жить еще должна быть вот смотрите под дорогой как выглядит эта стука вау вау эгегегегегегей еще еще И сейчас вот эту ванну приду я. Если там с упаковки выйдешь, я это закрутил. А ваня будет. И вот сюда приходите потом. Друзья, наш спуск с Максом не получился, потому что надо было и Макса спускать, и контент-огонь снимать, а это слишком сложно. Поэтому мы вот показываем, как Дима лезет по этой скале. На самом деле там ничего такого страшного, но вот так мы шли. Прыг-прыг, спок-спок. Дальше прыг, и вот мы уже на водопаде. И готовы купаться. Меня отговорили прыгать сразу. Я был готов откуда-то с елочек сигануть сразу, но было сказано, что надо проверить, что нет тут омута, нет бревен торчащих и прочие гадости. В принципе, само по себе должно правильно. На самом деле, смотрите, как все вертит и крутит. Прямое течение, обратное течение, эггей. Все как мы любим, одни приключения. Ну и этих веток тоже полно. Так что эта идея не прыгать от сосны имеет под собой смысл. Сейчас я обследую дно и туда сигану таки. И так мы продолжаем. Начинается купание в водопаде. Камеру я поставил. Эй! 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 Какие камни? Такие камни. Хорошо, что тут уже не получилось. Друзья, вот, мы с вами на камнях, и нас поможем. Я хотел, чтобы вы не дарусь, и я хочу, чтобы вы не дарусь. И русская нация. Давай, Туся, нам нужен контент-огонь. А у меня очень теплая. Теплая. А я очень теплая. Макс говорит, что она очень теплая. Макс, скажи, вода теплая. Вода теплая. Ну как? Теплая? Да ладно, тебе теплая вода. Поплавай, сейчас привыкнешь. Греби к водопаду. Скорее. Не хочет к водопаду. Эх. Дима, ну как? Как водичка? Как водичка? Такой? Эх. Друзья, у меня была идея переплыть вот здесь вот все, забраться на этот камень, залезть сюда и помочить ножки. Но мне сказали, что уже нам дальше пора, ехать уже нужно, меня засосет потоком. Ну, короче, облом. Хе-хе. Так что, кто хочет в следующий раз повторить этот подвиг, приезжайте, мы поедем в эту поездку на большее количество времени и обязательно посидим, помакаем ножки туда, где самая пена большая. Но, кстати, эта пена не держит. Я в Африке как-то тонул. И могу сказать, что когда вода с пузырьками воздуха, в ней тонешь просто на ура. То есть, уходишь под воду и все, вопросов нет. Поэтому вот в этом месте плавать практически не удается. То есть, ты просто тонешь в этих пузырьках. Плюс еще нисходящий поток воды. Так что, хе-хе. Ну, попробуем. Это же будет в следующий раз. Котец, огонь! Мама, мальчик! Хе-хе-хе-хе-хе. Макс, тебе нравятся цветочки? Да! Макс, это горная гвоздика. Слышишь? Да, папа знает, как называется. Тихонечку спускаемся по тропе вниз. Вот такая тропа не очень сложная. Туристическая, скажем так. То есть, когда мокро, здесь скользко. По этим камням неудобно бегать. А сейчас-то вообще огонь. Все идут прогулочным шагом. Так что, друзья, если вы хотите погулять по красивым местам, это вот самое то. Здесь на любом камушке можно посидеть, повтыкать на небо. Здесь, над этим местом, постоянно летают планера. Собственно, мы и летаем. Но не сегодня. Сегодня у нас фронт идет южный. Еще присутствует африканский сироко. С неба падает оранжевая пыль. У нас все машины в этой оранжевой пыли, надутой с Африки. В этом случае, конечно, какие полеты? Только экскурсии. Но я считаю, что хорошая экскурсия, друзья, по красивым местам ничем не хуже полетов. Поэтому, если вы попадаете в мечту летать в Провансе, то готовьтесь у вас не только полеты, но еще самые волшебные приключения на свете. А мест, где вы найдете эти приключения на, собственно, организм, мы знаем достаточно. А это, друзья, как мы могли бы искупаться, если бы не пошли на водопад. Ну, согласитесь, это более чем пошло. Вот такая вот лужа, сосновый лес. Ну, конечно, красиво, конечно, но водопад это было лучше. Вот эта вся вода, которая идет с водопада, она проточная. Здесь чисто, красиво, замечательно. Парковочка сделана уютная там и так далее. Вполне себе место красивое, но у нас же было лучше. Друзья, представляете, открыли Эль, бах, пробка в небо вот туда ушла, и контент пропал зря. Юла, как ты мог? Контент внутри. Да, ну-ка, давай, Туся, повтори с лимонадом. Макс, давай. Опа! Браво, Макс! Мы сверху красивый камень заняли, поэтому мы решили ниже течение. Здесь, вот видите, речка уходит под мост и так далее. Но тоже вполне романтическая метра. Здесь у нас пикник. Макс очень любит пикники. Красивое место, видите, такая скала. Вот там, собственно, гладь озера, там все купаются. А у нас, не знаю, мне кажется, самое лучшее место здесь подруги для пикника. Какая интересная скала. Вот как вы думаете, кто это сделал и каким лазером это бахнуто? Посмотрите, идеальная плоская поверхность. Это вот к теории заговоров. Посмотрите, и из этой скалы торчат какие-то части этой скалы. Видите, вот эта часть, она торчит. Вот если, я не думаю, что это кто-то высекал, но посмотрите, какая плоскость. То есть это каким-то образом под таким углом сформировалось, что-то там отскололось, скололось. Дальше, смотрите, как красиво в это все интегрировали бетонные ворота, систему подъема регулировки уровня воды. Следующая скала. Там еще такие же ворота с той стороны. О, идеально ровная поверхность. Мне кажется, это инопланетяне. Хе-хе-хе, шутка. Я вообще не сторонник в теории всяких загородов, плоских земель и прочей гадости, мне кажется. А, кстати, у нас пошел дождь. У нас пошел дождь. О, сейчас это выглядит. Красиво. О! Я так очень рад не снимал. Люди купаются. Вообще волшебные места. Благодатский край. Самое большое удовольствие, что можно всегда найти, не знаем, куда съездить. Там на лавандовые поля, вот это все, что все будет, куда лавандовые съездят. Нелетной погоде, друзья, свой кайф. Потому что, когда ты летаешь 7 дней в неделю, то вот какой-нибудь день в очередную неделю, который становится нелетной, это реальный праздник. Это настоящий выходной. Нелетная погода. Ты не знаешь, а ты на свете нового приключения. Так что спасибо природе за то, что иногда дает возможность не полетать. Грех так, конечно, говорит, но я люблю небесную погоду. Это нужнообразие. Бабах. Гроза. Да? Бабахнула? Вот он настоящий боевой дождь. Посмотрите, как это выглядит. Каждая капелька падает в свою луночку, отскакивает, отражается. Ну, там вот красиво на глади. Мы сейчас на одном уровне с водой. Опять же, подмывает вообще зайти туда, покупать дальше и прям с нуля высоты снять. Ну, я думаю, Иван и так справится. Да. Потому что на приличное разведение. Да. А мы под сосной, поэтому на нас практически не так боится. Потому что громыхает. Придет мощный дождь. Да. Макс, поехали! Поехали, Макс? Поехали. Поехали. В этом месте. Вот эта самая модная скала, с которой открывается вид на небольшое озеро. Это вот сейчас хорошо видно, как идут капли, падают капли, отскакивают от воды. Друзья, я вам сейчас расскажу одну историю. Друзья, она заключается в том, что это вот эти капельки, это бывшие градины. То есть, крупные капли дождя формируются, как грозовой туча, поднимается высоко-высоко в микроградинка, которая в грозовой туче есть восходящие потоки. Вот в этих восходящих потоках, которые дуют до 50 метров в секунду. Ну, вплоть до того, что если, допустим, парашютить по какой-нибудь выбору, то он бы летел бы вверх. И вот в этом месте образуется конденсация на… ну вот там микроградинка образовалась, там капелька какая-то, дальше начинает обрастать льдом. Больше, 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 больше. И он получается, не знаю, там иногда с голубиной яйцом, иногда там с горошину. И вот если градина с горошину, то она падает и в конце концов пролетает через более теплые слои атмосферы, она тает и дальше превращается в то, что вот таким красивым образом отскакивает, то есть, крупная капля, которая кап в воду и прыг вверх. Ну, вы видите, такое замечательное древище. Ой, прям вовсторг. Ой, друзья, прям… Слушайте, а сейчас град пойдет. Ну, сейчас посмотрим, если будет град, я вам тоже сниму. Мы же на канале Мечта Летать. Где все в мечте? У меня, как это, мечта? Все увидеть, то есть, наслаждаться каждым моментом. И сегодня, благодаря хвала Вселенной, нелетная погода, когда можно увидеть столько всего интересного, помимо полетов. Да, да, как же, вот опустить-то окно. Где Тибет? О, друзья успел опустить окно, поэтому снимаем мост. Как, что это такое? Воду Тибет. А, слегка. Друзья, это мост разрисовали французские альпинисты Тибет-Лебре. Мы поддерживаем их, мы китайцев любим, но считаем, что Тибет это отдельная совершенно песня, отдельный мир, поэтому мы тоже поддерживаем их. Сусиливаемся дождем. Мы проезжаем ферму бабочек, по слухам, если туда зайти, то на тебя сразу набрасывается куча бабочек. Еще один круг, друзья, нам не больше трех кругов, мы один круг уже сделали, кто счастлив, сделайте еще один круг, и еще, тем более, чтобы смотреть, как круг оформлен, красиво клумбы и так далее. Так, приготовиться к съезду прямо, погнали. Мы уехали в город Ди, и должно быть сейчас очень красиво. Нам сейчас можно, мы должны проехать через самое красивое место города Ди, показать его глубокоуважаемым любителям таких видов спорта. Друзья, вот город, и сверху, снизу, сверху мы как-нибудь слетаем, на планере вам покажем. Ну, вот как это выглядит. Вообще, зона обычно пешеходная здесь, только мы ездим, когда можно. Прямо через центральную улицу проедем. Вот так вот, друзья. Все в курсе, потом мы уже пешком пройти. Пешком будет медленно. Ну, пешком будет быстро. Ну, ты гей. Слушай, может быть, нельзя было здесь ехать. Ну, уже можно, да? Едет все, ну, друзья. В принципе, так лучше не ездить. Надо запарковаться. Потому мы как-то неожиданно поехали. Да, товарищ перед нами тоже едет. Здесь, конечно, нужно ехать на велосипеде, на 11-м троллейбусе, пешком надо идти. Тогда пешком все это медленно, красиво. Но надо понимать, что еще все не вернулось к жизни, когда... Хотя, вот, видите, уже кровь, есть машин, которые вроде как трех. Наша третья. Дороги все уже, дорога односторонняя. Видите? Всякие творочки красивые. Сейчас мы уже выйдем, и как раз мы прямым курсом доходим до... Наша цель, нашла маршрута на заводе шампанских. Игристых, плодово-выгодных вин. Здесь классические туристические магазинчики. Купи, все. Сильно дороже, чем нельзя. За ней дорого, но дороже, чем нужно. Кафе, видите, то работает, то нет. Это пока не работает, это тоже частично не работает. Так, подождите, еще за обед. А, обед уже кончился, а он уже еще не начался. Тормозим, тормозим пол. Фактически. Сейчас надо съехать налево, вот наш. Во. И где-то запарковаться. Вот место, где мы будем закупать. Да. Спасибо для клиентов. Мы же клиенты, мы еще какие клиенты. Мы не въехали через выезд. Ну, не важно. Лучше ехать через выезд, чем не въехать. Все, друзья, мы прибыли на родину местных шампанских вин. То есть они, конечно, называются не шампанскими, а как тут они называются? Игристые. Игристые. Вот. Ну, игристые, вкусные. Кремадеди. Кремадеди. Вот. Я, честно, считаю, что они лучше, потому что мне очень нравится. И пробовали мы эту вдову крючко. Фу. Кислятина. Кислятина. Особенность, друзья, этого места в том, что оно закрыто. Вот ветром истрали. Тут есть такой карман получается хитрый, в котором свой микроклимат сформировался. Ну, собственно, вот этот заповедник Верхорф немножко помогает. И здесь температура градуса на 4, на 5 всегда выше, нежели вокруг. Вот. И поэтому здесь, в этом городе Ди, всегда на 5 градусов больше. И, собственно, и расцвела вот это вот инодельное производство таких шампанских вин. Еще пучих. Вот. Вот мы здесь уже традиционно приезжаем пополнять запасы нашего винного подвальчика. Здесь все достаточно антуражненько. Как вы видите, тут давильни какие-то там, не знаю. Ну, не знаю. Здесь просто вот прийти приятно. Красиво с одной стороны. Не знаю, насколько познавательно, но... Красиво точно. Друзья, всем дают попробовать трюфель. Макс, ты тоже хочешь, да. Вот он трюфель, как он выглядит. Вот он, как здесь есть. Ой, сейчас. Видите? О! Попробуем. Ммм. Как говорил мой друг, настоящий газоконденсат. То есть у него у этого трюфеля достаточно, блин, забавный вкус. Я думаю, что нам нужно срочно купить маленькую такую бутылочку трюфельного масла. Вот. Вот. Супер. Манефик. И теперь у вас есть уиле в нойке. Уже какая-то другая версия. Да, это будет. Это льва. Да. И вот это нойка. Какое больше нравится? Мне тоже первое. Как это, друзья, все работает? Трюфель растет в лесу. Его находит вот такая замечательная собака. Дальше его выкапывают. Дальше его, видите, кладут в бутылочки. Прямо этого есть соль. Не знаю, что это с трюфелями, но вот это соль с трюфелями. Ну, это масло с трюфелями мы попробовали. Еще масло с трюфелями другого типа. Сейчас же сам трюфель, как он выглядит, настоящий. Такая баночка адских денег должна стоить. А как объется код? Рубану, беру. Друзья, специально для подписчиков канала «Мечта летать» мы рыбанем и съедим. Я скажу вам, как это вкусно. Одну. Он. Пока то есть покупает трюфель, я скажу вам страшную историю. Мы трюфель купили вот такой вот такой вот, как один за 30 евро. Купили 3 за 20. И собирались их съесть на Новый год. Положили красиво в свой подвал. И червяки эти трюфеля съели. Мы про них забыли. После через неделю раз смотрим, трюфель и одна труха. Такой был. Грусть, тоска. Поэтому я считаю, что текущая вот эта покупка трюфеля, это совершенно какого-то гештальта. Взять трюфель, порезать завтра утром, сделать яичницу. У нас куры свои и сделать яичницу с трюфелями. Так что завтра я кусочек ставлю про это и должно быть вкусно. Я надеюсь. Друзья, я забыл вам рассказать самое интересное про трюфели. Туся сейчас рассказывает, как-то что готовить. У нас 6 деревьев с трюфелями. Мы покупали привитые вот эти черных трюфелей грибницей. И вот сейчас сказали, что 10 лет в среднем. То есть мы 5 лет назад посадили деревья. Это там сосны. Под сосны растут трюфли оказывается. Лестница под ней тоже растет. Тут трюфель. И что-то еще. Какое-то еще дерево. И в перспективе, если у вас есть собака на тренированной трюфеля, можете приехать к нам собирать трюфеля. Так что такую перспективу канала Мечтать. Мечтали Татья. Мечтали Татья. Безграничные. Сможем организовать различных аттракционов. Найди трюфель на участке, вынюхай его. Раньше, чем свинка или собачка. Ге-гей. Вот это все, друзья. Можно как раз у нас на участке сорвать. И упаковать, и увезти. Этого полно. Ну, кстати, трюфель у нас тоже. Да, но мы купили того человека. Нет, потому что здесь я заинтересовала. Да. Мыло всякое лавандовое. Куча всего. То есть, помимо шампанского, ну, понятно, что это магазинчик, который там торгует всем лавандовым медом и так далее, и тому подобное. Лаванда, конечно, пахнет божественно. Мы сделаем обязательно видео с лавандового поля. Друзья, нам повезло еще попасть на дегустацию. Вот, как обычно, у нас стоят бокальчики, все дегустируют. Я думаю, что мы тоже должны, прежде чем покупать вкусное шампанское из Лэп Дэди, взять и что-нибудь попробовать. Вдруг бодягу подсунут. Сейчас посмотрим. Итак, победителем нашего конкурса становится вот эта вот марка. Вот эта бутылка. Пожалуй, мы возьмем вот этот ящик. Так что, если вы к нам приедете, может, еще бутылочка останется. Ага, вот, вот, вот это вот, вот это целый ящик. Друзья, вот. Все, видите, как мы угадали? Я его до еще дегустации выловил и положил на полочку. Так что, ура, у нас он есть. Итак, друзья, мы попробовали. Вот это было первое вино. Это было сухое, но оно чересчур сухое, слишком жесткое. Не знаю, мне не понравилось. Вот это было идеально. Мы его взяли в ящик. Прям огонь. Такой прям чуть больше сахара, чем в этом. И оно сразу играет новыми красками. Это сладенькое, прям такой бархатистый. Хочется его прям лизать. И традиционная технология, когда вино запихивают в бутылку, и там оно зреет, и дальше выделяет углекислый газ. То есть классика. Очень вкусная. Мускат. Ну, чуть больше сахара, чем нужно, мне кажется. То есть он слишком сладкая, слишком такое тяжелое. Не знаю, не понравилось. Вот так что, вот, это вилка. Мы ее выбрали, взяли по ящичку. Вот наша тележка. Ого. Все. Закупы. В нелетный день привел к закупке, так сказать, двух ящиков шампанского, чтобы отмечать какую там тысячу. Тридцатую, потом сороковую, пятьдесятую. Ну, глядишь, и до серебряной кропки доберемся. Эгей. И нам, смотрите, подарили целую бутылку в подарок. Ну, при этом, что ящики мы взяли со скидкой. Вот еще вот, что подарили-то. Давайте посмотрим. О, ну, подарили хорошую, дорогую бутылку. Не так, чтобы, типа, последнюю бодягу. Вот. Здесь были экскурсии всякие, там, как это все делается, там, дипломы, бочки. Там, не знаю, там, видимо, еще какой-то зал, он закрыт сейчас одним глазком. Давайте посмотрим, что там творится. Темно-то вообще ничего не видно. Ну, вот, короче, можно было записаться на экскурсию и походить, посмотреть, как это все делается. Куда, откуда берутся пузырики, кто это придумал. Ля-ля-та-па-ля. Ну, прям настоящая такая вот историческая хрень. Смотрите. О, можно даже почитать, кто по-французски считает. Люди, которые это все придумали. Ну, прям, традиция и бочка. И, в принципе, мы, я не скажу, что мы сильно купили дешевле, чем могли купить это в супермаркете нашим соседям. Но сама поездка, вот, прям, Клэр Дэди за шампанским, за Креман Дэди, она, на самом деле, это, в общем-то, повод. И это весело. Ну, такое мы не могли купить, у нас такое не было. Ну, да, мы, по крайней мере, не могли попробовать. И вообще, и так далее. То есть, вот это вот. Это классно. И подарок нам бы не дали. Да, и подарок бы нам не дали. Отличный выходной. Контент огонь, несет листья. Смотрите, друзья, наконец-то пришла та самая буля. Грохотом и молнией. Вот так виноград заплетает. Завод плодово выгодных вин. У меня залепило глаза песком. Мы улетаем, уезжаем назад, загружая нашу добычу. А впереди у нас совершенно шикарное. То есть, это только начало нашего маршрута. Цель экспедиции была купить шампанское, чтобы отметить 30 тысячу подписчиков. И мы ее выполнили. А сейчас, смотрите, вот у нас заповедник Веркор. Вот он. Сейчас я вам покажу эту гору. И мы сейчас должны объехать ее вот прямого пути. Нет, дом у нас где-то там. Мы там возвращаться скучно. Поэтому пойдем вот так, вокруг этой горы, после заповедника, через на траверс выйдем на ту дорогу, которая к нам идет из Гренопля. Город Ди нам очень нравится. По нему можно пройдить вечно. Это просто такой, что здесь есть столько времени. Всегда нужно ехать пораньше вставать. Не как мы. Два часа отправляться. И уезжать попозже. Полюбовавшись закатом. Приезжать дальше. Да. 12, чтобы пообедать спокойно, красиво. Так что, если вы собираетесь в город Ди, я категорически рекомендую мне сделать так, чтобы вы не сильно спешили. Потому что городочек того стоит. Видите, как все вот. Атентичный. Не знаю, как это сказать. Платаново, настоящий. Виноград, как он растет на моих домах. Домики, которые там. Рио-Прованс. И виноград. Рио-Прованс. Поля будет. Отличная стена. Да. Как она была. Как я знаю. Из кусочков собирали. Столько была. Владельцев замок. Столько было. Кусочек. Вот. Кусочек. Кусочек башни. Кстати, самая старостная. Здесь огромная парковка на въезде. С электрозарядкой. Да. Есть электрозарядка для электромобилей. Мы как раз останавливаемся. Обычно заряжаемся. Первый пошел. Максим Гриевич. Пошел в гости к дяде Юлису. Спит. Под грозунем. Под такой убаюкивающей. Групп от дождя. Сложно не поспать. Потихонечку двигаемся дальше. Сейчас у нас впереди проезд настоящей боевой грозы, друзья. Друзья, мы не на планете, правда. Мы на машине. Поэтому град нам не страшен. У нас очень весело. Настоящий град лупит по машине. Хорошо, что мы не летаем сегодня. Не прошло и трех минут, а мы выехали в центр циклона. Глаз. Тут светит солнце. Представляете, вот тут только что было буря. Град. А теперь вот солнце. И вот это вселяет оптимизм. Здесь у нас еще один производитель вина. Конкурирующая фирма. Но мы к ней уже не пойдем. А то так и перебор может быть. Не пойдем. Проезжаем через этот городок. Может, посмотрите, как он выглядит. Ну, примерно так же, как... Вот они виноградники. И красивейший вид на массив Веркор. Дальше напрямо. Купается в закатном солнце. Прям огонь. Нет напрямо. Я думаю, левее. Не очевидно. Да, сейчас посмотрим. Друзья, мы куда-то поехали. Вот, кстати, как растут ореховые рощи. Ореховые рощи. Грецкие орехи. Промышленном масштабе. Промышленном масштабе. Домики, в которых живут фермеры, которые выращивают грецкие орехи. Какие-то более такие заброшенные домики фермеров. Стенка Веркора. Прям уже более древние орехи. Надо сказать, что тоже период ожидания после засева поля. Ну, лет 10, не меньше. Воздух аж прям швырный такой намазывать. Может, как масло. Мне дверь предыдущая напомнила, как в Москве в 2001 году один человек должен был сделать из столика, который был сделан из досок, таких старых и так далее. столика ля Прованс. Вот он пришел с такой ржавой цепью. Два раза жахнул эти цепки по столику. Сказал, это теперь точно Лео Прованс. Он сел за эту струну. Так что... Ну, не знаю. Ну, короче, вот так вот он сделал домик в стиле Лео Прованс. У нас в этих досок таких приезжайте, складывайте, увозите. Немеренно. Ого, ого, ого. Поможем. Друзья, вот начинается настоящее боевое приключение. Все, встаем. Друзья, эгэгей, дерево-то огромное. Загородило проезд. Так что мы сейчас попробуем его... Смотрите, какая была буля. Вот его отсюда выломало. Это что у нас? Липа древняя. Ну, будем работать. Хочешь? Случило? Да. Давай. Погнали. И... Оп! И... Ах! Ах! Вот как мы немножко гайдорожку почистили. Команда... Погода бомба! Контент огонь! Ари Вар! Привет! Наша работенка. И мы погнали на встречу новых приключениям. Эгэгэгэгэй! В красивую погоду, когда облака и так далее, это выглядит еще лучше. Но в такую погоду мы не можем снимать контент огонь для вас, потому что мы летаем. Поэтому терпите. И смотрите на всю эту красоту в погоду нелетного типа. В такую, как сейчас, видите? Где-то дождь идет. Только... Никому не говорим. Никому не говорим. Это секрет, друзья. Вот так это выглядит. Класс! Сейчас дорога прям просечена сквозь скалу. О! Вот она. Ау! Вау! Как страшно! А тут... А где было написано «надо дудить»? Нам левее, по-моему. Надо ли будить вопрос? Будеть? Будеть или не будить? Давай будить, да. Лучше будить. Надо крикам подальше. Настоящая скаля, настоящая туннеля. Дальше едем. Еще одна туннеля. Это дорога, причем такого, я бы так сказал, местечкового значения. Точно не федерального. Поэтому туннеля здесь просто вырублено в скале. Так, конечно, все это закатали уже давно в гидон. Это реставрировали. Но... Опять же, это заповедник. Видите, как заповедник. Красиво. Ой, а пахнет так... Камнями такими сурыми. Кручьем, папоротниками. Очень красиво. Огонь. Ой, контент огонь. И вот эти вот стриженные кустики. И вот начались домики фермеров всевозможных. Какая у нас славная экспорция получилась. Маленький-прималенький. Миленький-примиленький. Жандармы. Жандармы? Жандармы тут тоже есть, друзья. Видите? Никуда без жандармов не деться. Но они нервные. Они, в принципе, не обижают людей. О них заботятся. Вот. Наши дороги, откуда мы приехали. Сельское место. Есть парнички и всякие. Кто попросил поснимать Рио-Прованс. Такой пример. Все капельку недоделанное. Как наш дом. Все вроде как почти доделанное, но немножко недоделанное. Перевал 1318 метров. Мы на него взобрались. Дует по нему страшный ветер. Так это же интересно. Какой левой ветерок на перевале. Огонь. Какой-то попа. Что там? Казец такой. 15 минут. Давай. Друзья, у нас стремительно падает запас хода до дому. Осталось всего лишь 60 километров. А проехать нужно больше. Но фокус-то в том, что у нас машина гибрид. У нее есть батарейка. И вот сейчас мы спускаемся с горы. Ну что там у нас батарейка? Вилла, скажи. Заряжается. Как у нее статус? Мало, но. Мало, но. Но перспективы-то есть? Есть. Перспективы есть. Это хорошо. Друзья, мы спускаемся в долину, которая как раз дорога к нашему дому ведет из Гренобля. Через которую и, вот кстати, железная дорога. Экологичный будет транспорт, который французы восстанавливают. А сити-эльцы будут менять. А что я хотел вам показать? Вот холмы, над которыми мы погибали. Когда был момент долета там из долины Гренобля. Мы вот перевал он вот там совсем рядышком. То есть, до него буквально чуть-чуть. Мы летали над... первые потоки брали вот там перед вот этими горками. Брали-брали-брали-брали. Потом перепрыгнули. Вдоль этого склона шли. Потом туда-туда-туда. И вот те поля, на которые, в принципе, теоретически можно было приземлиться вот в этой долине, выглядят вот так. Видите? Они все с диким уклоном совершенно. То есть, на них... Вот, допустим, на это поле можно плюхнуться. Оно нужно зайти со стороны долины по ущелью. И оно с уклоном таким боковым. То есть, планер на него сядет, но как-то один раз. Вот. Поэтому в таком месте лучше, конечно, низко не оказываться. Ну и сегодня вы видите, как несутся красивые облака, с какой скоростью. Там идет дождь. Как прям в прошлый раз, когда мы там к грозу попали. Очень интересно бывает попасть в те места, где ты был на планере. Вот поэтому хребт ушли. И оказаться низкой. Посмотреть, как это выглядит снизу. Так что вот такие путешествия, во-первых, они помогают не просто красиво, а во-вторых, помогают поставить местность, в которой приедаешь, чтобы знать, если вдруг мотор не заведется или ты настоящий чистый планер, куда можно поземлиться. Путешествовать хорошо, а дома лучше. Ручей, цветущая липа. Рыбки золотые, это просто фантастика. Фантастические твари. Очень веселые. Я никогда не думал, что рыбы могут быть такими веселыми. Ну, такое, друзья, получилось веселое путешествие. Маленькое, но удаленькое. Так что, помимо летной погоды, запомните, у вас тут еще и наземные приключения. И замечательные, волшебные. киса, ты ждала хозяев. Да, они уехали. А ты ждала, охраняла дом, киса? охраняла дом, умничка. Скромный ужин, после того, как мы прибыли из экспедиции, у нас оставалась молодая картошечка, мы ее обжарили со сливочным маслицем, охлаждается бутылочка шампанского, сыры и шкурки от сыров. Посмотрите, как любят куры. Наши куры питаются. Цыпа, 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 ну, стоите, оп, битва за сыр. О, все, ну, все довольны? Эх, бахнет или нет? Осторожно, оно трясло в машине. Абсолютно не культурно, по-гусарски. Сейчас вернется пробка на планету. Нет, ушла. На орбиту ушла. Первая космическая. Так что, видите, это шампанское космическое, можно выходить на орбиту. Будем пробовать, как это вкусно. Ну, мы пробовали уже, знаем, что вкусно. Так что, как это, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Эй! Даже не летная погода хороша. Даже не летная погода, да, у нас всегда хороша.